1 июня для детей оказалось не только праздником, но и ответственным днём. Например, для школьников, которые занимаются в секции по баскетболу. В первый день лета они отстаивали честь своих команд в соревнованиях по стритболу или уличному баскетболу. Стритбол, как вид спорта, появился в 1950 году в США. Игра ведётся в одни ворота. Команда состоит из четырёх человек. Три в поле, один запасной. Играем по правилам. Через соперника только играем после фала. В Верхней Салде стритболом занимаются около 10 лет. Тренировки проходят на площадках физкультурно-спортивного клуба, в Чайке, на стадионе Старт, на корте Крепыша. Ребята выезжают на соревнования в города области. За лето примерно три раза ребята участвуют в таких соревнованиях. Различные посвящения и день завода, и день молодёжи, и вот как сегодня день защиты детей. Но вернёмся на соревнования 1 июня. Участие в них приняло около 80 человек, разделённых на три возрастные группы. В каждой группе было представлено шесть команд. Мне нравится этот вид спорта. Он интересен. У меня получается с него лучше всего. Это полезно для здоровья. Дриблинг лучше развивается, чем баскетболь. Индивидуальное действие лучше развивается. Баскетбол интереснее. Площадка больше, что бегать, команда больше. А тут три человека играют на докольство, неудобно. Команды, занявшие призовые места с первой по третье, были награждены медалями, денежными призами и дипломами. На первом месте в группе до 15 лет оказались команда девчонок и мальчишек из второй школы. В группе до 12 лет первое место заняли ребята из шестой школы. Несмотря на то, что мы рассказываем сегодня о детских соревнованиях, следует помнить, что стритболу все возрасты покорны. Это очень хорошее такое направление, которое может поиграть не только профессионалы этой игры, но также любительские команды, трое на трое. Это может быть квартал, это может быть школьная команда, команда класса, команда родителей. Будем надеяться, что стритбол будет продолжать развитие в нашем городе.